Сегодня Владимир Путин во главе с внушительной российской делегацией на один день прилетел в Баку. Главный пункт программы рабочего визита – переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили многие важные вопросы от развития взаимной торговли до ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Из Баку передает Дмитрий Новиков. Перед подписанием двухсторонних документов, а главными из них стали соглашения о сотрудничестве в сферах энергетики и транспорта, Владимир Путин и Ильхам Алиев уединились для переговоров тет-а-тет. Вопросов, требующих особого, в некоторых случаях срочного внимания, накопилось немало, и многие из них просто не могут быть решены без личного участия президентов России и Азербайджана. Несмотря на общую сложную ситуацию мировой экономики, у нас рост товарооборота за прошлый год составил 40 с лишним процентов, почти 50. Это один из рекордов для нас. Тема бакинских переговоров – сотрудничество политическое и экономическое. В торговле Азербайджан остается одним из крупнейших партнеров России. У Москвы и Баку есть обоюдное желание ради улучшения бизнес-отношений снимать межгосударственные бюрократические барьеры. Сотрудничество многоплановое, разностороннее, охватывает практически все сферы. И вопросы экономического взаимодействия, гуманитарную сферу, транспорт, вопросы региональной безопасности. И по всем вопросам у нас очень схожие позиции. 500 российских предприятий, основная часть из них связана с добычей газа, работает сейчас на территории Азербайджана. В своей очереди ждут банки и страховые компании. В Азербайджане самым внимательным образом относятся к развитию русского языка, к сохранению образования, совместной работы в этой сфере. И школы работают с русским языком, и филиалы российских вузов активно работают. Это чрезвычайно важно, потому что это создает базу для работы по всем другим направлениям. На встрече шла речь о том, что необходимо сделать для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Хочу подчеркнуть, Россия активно содействует скорейшему урегулированию конфликта, которое возможно только политическими средствами. Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, играет важную роль в вопросах урегулирования конфликта. Еще раз хочу отметить, что скорейшее урегулирование конфликта приведет к стабильности, предсказуемости сотрудничеству в регионе. Говорили президенты о правовом режиме использования акватории Каспийского моря. Обсуждали политическую ситуацию вокруг Ирана и вопросы безопасности. Какие именно сейчас необходимы договоренности ради стабильности в регионе. Дмитрий Новиков, Владимир Довгаль и Юрий Абрамов. НТВ. Баку. Азербайджан.